В России за минувшие сутки зафиксировано 652 случая смерти от коронавируса. Это является максимум с начала пандемии. В общей сложности от ковида с начала наблюдений умерли 134 545 человек. Из них 1180 в Тверской области. Наш регион, как, впрочем, и вся страна, сейчас проходит сложный эпитотрезок. Ежедневно в Верхневолжье фиксируется свыше 150 новых случаев заражения. Большая ставка в борьбе с эпидемией делается на массовую вакцинацию. О том, как она проходит и насколько активно прививаются жители, в нашем материале. За минувшие сутки в Тверской области выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19. Если сравнить это число со средними показателями середины мая, начала июня, то ситуацию с распространением вируса в нашем регионе иначе как тяжелый точно не назовешь. Если еще весной ежедневно фиксировалось по 50-60 случаев заболевания ежедневно, то к концу первой трети лета цифры вплотную подобрались ко второй сотне. При этом сложная картина и со смертностью от инфекции в Верхневолжье на сегодняшний день скончались 1180 человек. Для сравнения, это почти все население поселка Радченко Конаковского района. Ухудшающаяся с каждым днем эпидобстановка вынудила региональные власти пойти на новые ограничения. Так, 18 июня главным государственным санитарным врачом Тверской области Арнольдом Выскубовым было подписано постановление об обеспечении обязательного проведения прививок по эпидемическим показаниям целому ряду категорий граждан. Это представители сферы торговли, общественного питания, гостиничных услуг, ЖКХ, энергетики и других. В первую очередь это связано с тем, что эти категории наиболее уязвимы. Уязвимы с тем, что они больше контактируют с другими и с большим количеством населения. Они контактируют в том числе с людьми, которые приезжают к нам и которые могут быть заболевшими. И мы это наблюдаем в определенных, будем говорить, муниципальных образованиях. Поэтому такое решение принято. Результат не заставил себя долго ждать. По словам все того же Арнольда Выскубова, после вынесения постановления, количество желающих вакцинироваться выросло почти в три раза. Сейчас в некоторых прививочных пунктах при медицинских учреждениях можно наблюдать большие очереди из желающих сделать заветный укол. Где-то приходится ждать даже часами, рассказывают горожане. Причины такого ажиотажа разные. Кто-то всерьез опасается за свое здоровье и с ухудшением эпид-ситуации все же решился на прививку. Даже если раньше опасался. А кто-то просто боится потерять работу, ведь работодатель настаивает на уколе после постановления главы Роспотребнадзора. В срок до 18 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины. А в срок до 18 августа 2021 года вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. Прошедший государственную регистрацию в Российской Федерации. Не менее 60% от общей численности сотрудников. Похожая задача, 60% вакцинированных от всего населения к 1 сентября стоит и в целом по региону. О ней губернатор Игорь Руденя говорит с весны. Впрочем, пока цифры эти кажутся недосягаемыми. На 29 июня вакцинировались 173 456 жителей Тверской области. Это в 4 раза меньше, чем требуется вакцинировать к началу сентября. Задача, прямо скажем, амбициозная. И времени на ее решение, очевидно, крайне мало. Некоторые уже всерьез задаются вопросом, а к чему такая спешка? И приведет ли она к тому, что на здоровье граждан захотят нажиться недобросовестные фирмы-однодневки, которые, например, будут предлагать фальшивый документ о проведенной вакцинации или ложный медотвод? Не станет ли таким образом заявленная компания по обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг формальным мероприятием для чиновничьей отчетности? Как показал экспресс-опрос нашего телеканала, мнение самих тверетян по этому поводу разнится. Вакцинировались от коронавируса? Нет. А вы? Тоже пока нет. Почему? Есть какие-то причины? Времени нет. Не хочется. Сокопровод. Почему? Да потому что я не кролик подопытный, чтобы надо мной эксперименты проводить. В какой сфере работаете не заставляют? Восставание. Заставляют работодателя? Заставляют. Будем бороться. Работодатель не заставляет? Пока что не было. Пока что только-только же эти меры вводились новые. Пока непонятно. Вакцинировались от коронавируса? Нет. Почему? Потому что я гипоаллергия. Очень большая аллергия на питание, на медикаменты. Я за прививки. У меня и муж. Мы все вакцинированы. Потому что потеряли перед Новым годом мою маму-зятя. Молодую. Я сам побежал в январе, как только стало возможно. Прививка нужна. И если у нас сейчас есть уже антитела, мы уже проверялись. То есть у кого-то 13, у кого-то 30, у кого-то 8. Не в этом дело. Важно, чтобы поставили прививку и себя уберегли. И внуков, и детей. Я думаю, что и молодым людям нужно прививаться. Прививались? Нет. Почему? Потому что беременна. Я не хочу, чтобы дети заразились этим. При этом на федеральном уровне речь о 60% вакцинированных к 1 сентября. Именно такая задача ставилась перед регионами в начале прививочной кампании. Кажется, уже не идет. По неофициальной информации, по новому плану от региональных властей требуют, чтобы к началу осени они вакцинировали хотя бы 30-35% граждан. Получится ли воплотить в жизнь хотя бы эти цифры? Хватит ли вакцины на всех желающих? Не будем ли мы свидетелями многочасовых очередей у пунктов вакцинации к концу лета? И стоит ли ожидать в Верхней Волжье обязательной вакцинации для всех? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем совсем скоро.